Продолжение следует... 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 И напомню, инвестиционные горизонты – это, соответственно, потенциальное время, которое вы хотите быть в рынке в данной валютной паре. А таймфрейм – это временная рабочая развертка, там, дейли или пикли, или часовка, или 15 минут. Все время рекомендую в голове держать тактику торговка ретрейт и стараться торговать теми валютами, валютными парами в том направлении, чтобы начислялись положительные скопы. Мы также рекомендуем формировать портфель, а не торговать одной транзакцией. Когда формируется портфель, то здесь можно оптимизировать портфель с точки зрения риска, то есть минимизировать риски при заданной доходности портфеля, или наоборот, максимизировать прибыль, то есть ожидаемые доходности портфеля при заданном уровне риска. Для этого служат коэффициенты Шарпа, Дженсона, Трейнера. Несколько слов об этих коэффициентах. Когда мы сформировали мультивалютный портфель, то нам надо определить, насколько профессионально он сформирован или по дилетанции. Для этого существуют определенные коэффициенты. Если, например, ожидаемая доходность портфеля минус ставка без риска делится на риск портфеля, на сигму портфеля, то это коэффициент Шарпа. Понятно, чем он больше, тем лучше сформирован портфель. Если же ожидаемая доходность портфеля минус ставка без риска делится на бета портфеля, то это коэффициент Трейнера. Различие между коэффициентами Шарпа и Трейнера в том, что коэффициент Шарпа обычно используют для слабо диверсифицированного портфеля, а коэффициент Трейнера для сильно диверсифицированного портфеля, когда собственный риск портфеля стремится к нему. Вот у Трейнера собственный риск портфеля стремится к нулю, а у коэффициента Шарпа он существенный риск портфеля. Ну и понятно, чем выше численное значение этих коэффициентов, тем удачнее сформирован портфель. Вот коэффициент Дженсена – это разность между ожидаемой доходностью и полученной уже по факту доходностью. Если это разность 0 или вблизи 0, то значит вы грамотно управляли портфелями. Если же это разность большая, значит что-то вы не научили, у вас по-дилетантски сформирован портфель. Ну и раз мы говорим о портфеле, то важное место занимает хеджирование портфеля. Хеджирование – это значит страхование портфелями. То есть обязательно основные позиции, которые у вас в портфеле, их надо страховать. Например, как мы увидим далее, если мы делаем, например, покупку австралийский доллар-иена или новозеландский доллар-иена, бай, то, соответственно, надо делать селл евро-иен или селл свис-иен. То есть вот такие хеджирования. Ну, закончим вебинар основными рекомендациями и выводами и перейдем на мета-трейдер, четвертую версию. С моего монитора я покажу точки входа для тех валютных пар, которые мы сегодня выберем. Следующий слайд, господа. Основная идея, она по-прежнему остается не нова. Это и евро, и американский доллар не являются идеальными валютами. У них есть проблемы, в том числе макроэкономические. Но хуже всего дела обстоят у японской иены. Второй тезис. Положение доллара в среднесрочной перспективе с фундаментальных позиций выглядит лучше, чем евро. Поэтому основную валютную пару на форусе евро-доллар, конечно, надо продавать. Третье. Поэтому торговать надежнее против иены, формируя портфель из лонгов в нескольких кросс-курсах, используя элементы хеджирования. И вот формировать портфель, необходимый из лонгов, в периоды, когда интерес к рискам будет давить на иены. Четвертое. Где все время держать в голове кэрри-трейд, не забывать. Ну, что это такое, я уже пояснил. То есть это открывать позиции в том направлении, чтобы вам начислялись положительные своды. Пятое. На информации из Китая торговать отдельно в блоке товарных политиков. Ну, мы это еще обсудим. Следующий слайд. Текущие фундаментальные факторы за выбранную тактику торгов. Это первый тезис. Выбирать момент входа, когда европейские политики, в кавычках, купят время для быков по рисковым активам. То есть, когда идут вербальные воздействия на рынке с целью стимулирования покупки рисков. Второй тезис. Дискретное ралли на рынке акций. То есть, другими словами, когда цены на акции растут, акции покупаются. Ну, здесь надо сделать ремарку о том, что акции сочетаются с таким классическим вариантом рисковых активов. Поэтому, если акции покупаются, то это фактически означает, что риски покупаются. Вот, третий тезис. Сужение спредов доходности на рынке облигаций еврозоны. Ну, о чем здесь речь? О том, что если цена акций растет, то цена облигаций, как правило, падает. То есть, растут доходности. Здесь мы более строго подходим к росту доходности. Мы следим не просто за абсолютным ростом доходности, а сужение спреда доходности между, скажем, облигациями итальянскими или испанскими. С одной стороны и германскими с другой стороны. То есть, темп росту германских в этот период должен быть, доходности германских облигаций, темп росту должен быть выше, чем у итальянских или у испанских. То есть, происходит сужение спреда. Поскольку доходности германской заметно ниже, чем доходность итальянской и доходность испанской. Вот, и когда происходит такое сужение спреда, то мы делаем вывод, что риски покупаются на рынках и, соответственно, формируем наши рисковые партии. Четвертый тезис. Ралли на рынках комодитис. То есть, понятно, что если товарная цена растет, то это тоже практически значит, что риски покупаются, поскольку большинство товарных активов это рисковые активы. Безрисковые активы, господа, это, как правило, высокорейтинговые облигации, гособлигации, скажем, германские, бунды или трешерис американские. Пятый тезис. Федрезерв рассчитывает на восстановление роста. Федрезерв уже закончил политику количественного смягчения. Третий этап Q3 еще в прошлом году, в октябре. И, соответственно, сейчас рынок ждет, когда Федрезерв начнет повышать ставку, базовую процентную ставку по федеральным фондам. Как только комитет по операциям на открытом рынке начнет это делать или намекнет, когда он начнет это делать, то доллар начнет, конечно, укрепляться с 7-мильными шагами. Соответственно, на этой неделе мы ждем заседание Федрезерва. Сегодня и завтра оно будет. И, соответственно, завтра мы услышим резюме. Джанет Иллен, я думаю, озвучит. Если там прозвучит какой-то намек, что ставка будет повышаться в таком-то квартале в 15-м году, то это стимулирует рост доллара. Если же прозвучит намек, что в текущем году ставка повышаться не будет, то это окажет давление на американский доллар. Следующий слайд. Основные риски. Первое. Это системный долговой кризис в Европе. Ну, он еще не завершился, он давно уже идет. Кроме этого, там существует системный институциональный кризис. То есть кризис между разными институтами, скажем, германскими и греческими. Да. Финансовыми. Поскольку они в разной среде функционируют и в разной среде эволюционируют. И между ними есть определенные противоречия. Для оптимизации одного института в Германии нужны одни параметры, а для оптимизации греческого финансового института нужны другие параметры. Вот в этом у них кризис, а у них единообразие для всей еврозоны. Второе. Повышенная турбулентность валютных рынков. О чем здесь речь? Здесь речь о том, что в конце прошлого года возникли тенденции долгосрочные, среднесрочные на валютных рынках. И это, как правило, сопровождает скачком волатинец. То есть турбулентность. И поэтому вот по технике или в линейном приближении моделировать рынки становится крайне опасно. Поскольку есть турбулентность вихрей, то надо, конечно, моделировать на базе нелинейных параметра. Это очень важно. Третий тезис. Глобальные корпорации и руководители крупных фондов стали более активными в плане хеджирования валютных рисков. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, объемы торгов на рынке форекс, они обогнали все остальные сегменты глобального финансового рынка. Они достигают объема примерно 5,3 триллиона американских долларов в день. Ну, это в долларовом упражнении. Поэтому при таких объемах, конечно, необходимо хеджировать валютные риски. Особенно для корпораций, которые ведут бизнес в разных регионах мира и зарабатывают в разную валюту. Например, американская корпорация ведет бизнес в каком-то регионе и зарабатывает там местные тублики, скажем, да, а ей необходимы американские доллары. Поэтому она открывает форвардные контракты на выкуп долларов против заработанных тубликов. То есть, объем заработанных тубликов примерно прикидывается и он продается путем заключения форвардного контракта. В этом случае корпорация уже работает на рынке форвард. Четвертый тез. Мы уже говорим о Резервном банке Австралии. Возможно, еще одно, последнее снижение ставки Резервным банком Австралии перед моментом, когда родится положительный бизнес-цикл повышения ставок со стороны Банка Австралии. И рынки это ждут, поэтому австралийский доллар, он в последнее время часто попадает под раздачу, под давление. Ну, опять же, он против доллара двигается так же, как двигаются, скажем, другие валюты, блоков европейских валют, блоков товарных валют. Поэтому тут ничего особого нет. Но главное здесь в том, что австралийский доллар – это высокодоходная валюта поставки ЕБО. Поэтому, соответственно, он в поле зрения моем, и я считаю, вы должны внимательно следить. И в таких профкурсах, как австралийский доллар и иена, надо стараться покупать, конечно, больше. Вместе с покупкой, скажем, доллар и иена, покупать австралийский доллар. Вот. И поэтому, сосредоточив внимание на Резервном банке Австралии и на Австралии в целом, мы можем сказать, что вот там ждем еще одно понижение ставки, а затем, соответственно, какой-то период консолидации будет, и затем ставки начнут подниматься. Вот. Вот. В пользу того, что ставка все-таки может быть снижена еще раз, в последний раз, это потребительская инфляция в стране низка основного. Там был какой-то скачок несколько месяцев назад, она вынесла, а сейчас низка. Вот. Крупные игроки продолжают открывать шарты время от времени по австралийскому доллару, прогнозируя его снижение. Хотя, эксперт Резервного банка Австралии считает, что истинно оценочная стоимость пары АУС и американский доллара где-то 0,85. То есть, сейчас он торгуется в районе 0,79-0,80-0,8, да, то есть, заметно ниже, на 5 фигур ниже. В этом плане мы можем считать австралийский доллар недооцененным и покупать. Седьмой тезис. Состояние рынка трудаща и недвижимости, ну, на этих макроэкономических индикаторах можно отдельно торговать на форекс, почему бы нет, да, и рынок трудаща сейчас по данным ADP и по данным Non-Farm Parals показывает неплохую динамику, недвижимость немножко отстает. Ну, вот сегодня будут данные по продаже новых домов, соответственно, посмотрим, как ожидания совпадут с реалией. То есть, в краткосрочной перспективе это важные моменты, на которых нужно акцентировать внимание. Когда рынок ожидает какое-то число, да, то он это дисконтирует в цене. Если ожидание выйдет, если реальная цифра выйдет лучше, чем ожидание, то доллар будет поддержкой, будет покупаться. Если же ожидание было лучше, чем вышла цифра, то доллар окажется под давлением краткосрочной. Поэтому в рамках нелинейных процессов, а именно марковских цепей, можно это все моделировать и продавать или покупать американскую валюту на этих данных. Ну, соответственно, следующий слайд, господа. Таким образом, значит, надо открывать лонги, на мой взгляд, продолжать по широкому спектру рост курсов с иеной и знаменателя. Ну, у меня вот тут лонг евро-иена. Сейчас я уже этот лонг не использую, использую как шок евро-иена. А лонги у меня доллар-иена, австралийский доллар-иена, новозеландский доллар-иена. Ну, иногда, крайне редко, канадский доллар. То есть, как бы вы чувствуете, я открываю лонги по тем парам, которые позволяют зарабатывать с лопой. Еще я синтезирую искусственный кросс-курс зар-иена, бай. Ну, это легко сделать, скажем, сделать бай австралийский доллар-иена и селл австралийский доллар-зар. Вот у меня тогда получается синтез, значит, бай австралийский доллар-иена. Вот у меня здесь цифры уже как бы старые, да, двухлетней давности. Но, тем не менее, они порой бывают очень хороши для того, чтобы разобраться, где ставить, в каких пропорциях от точки входа ставить стоп-лосс и текинг-прот. Вот обязательно надо ставить связанный оператор стоп-лосс и текинг-прот, чтобы не было всяких неожиданностей, чтобы вы весь депозит не потеряли. А теперь, господа, я включаю опцию «Вказать экран», и мы, наша идея, отработаем уже на реальных графиках. Сейчас, секундочку. Вот, включил, вы уже видите мой экран монитора. Вот график, сейчас я убедлю, что его видите, да, видите. И, соответственно, вот первый кросс-курс – это евро-доллар. Моя временная развёрка рабочая – это четырёхчасовка. Сейчас, после длительного медвежьего тренда, идёт, естественно, чистотехническая коррекция. Но она связана с ситуацией с Грецией, с заявлениями чиновников ЕЦБ, а также с ожиданием заседания сегодняшнего и завтрашнего комитета по операциям на открытом рынке Федрезерва и заявлениями. И поэтому длительное время евро было перепродано, но сейчас вот оно растёт. Уже 1.13.22 рынок подошёл к балансной линии на рабочей развертке. Если она будет пройдена, то продавать от верхней границы класса и боллингера или от сотого мулинга, а ещё лучше от двухсотого мулинга. Но, думаю, на четырёхчасовке до двухсотого мулинга рынок так быстро верхний скорректирует. Поэтому надо продавать. И вот отсюда тут кластерное сопротивление и продаёт. Стохастик поддерживает коррекцию наверх. Видите, он вышел из зоны экстремальной перекупленности. И сейчас снова подаётся. И дал набай. Вот эта свечка очень агрессивная. Если посмотреть длиннопериодную развертку, Викли, я как правило смотрю, но здесь только-только намечается коррекция. Рынок вышел за границей полосы боллингера. И, конечно, он долго пребывать за границей не может. Он возвратится внутрь границ полосы боллингера. Напомню, это очень хороший индикатив, который говорит о том, что цены 95% всего времени находятся внутри полосы боллингера. Поэтому, как только выходит за полосу, можно через 3-4 бары начинать играть против текущей тенденции. Чтобы цена обошла внутрь полосы. Но при этом стахасик всё ещё находит в зоне экстремальной перепроданности. То есть, есть куда расти. И по Викли, ближайшая цель рынка, соответственно, 1,23. Балансные полоса боллингера. Но, тем не менее, технические индикаторы, трендовые индикаторы, они все подают сигнал на сел. И две же сигналы, как на Викли, так и вернутся на 4-х часов. То же самое. То есть, и 200-е, и 200-е, и 21-е, они все подают сигнал на сел. Поэтому понятно, что это движение наверх мы воспринимаем исключительно как коррекцию, которая закончится, и, соответственно, делаем сел. Вот торговать в бай по евро-доллару, это крайне опасно. Внутри дня она накрутка, может быть короткими стоп-лоссами. И смысл торговли на бай только в том случае может быть оправдан. Если вы считаете, что коррекция железобетонно произойдёт, а вот величина коррекции, она, конечно, даст аномально высокую доходность по рынку, поскольку риски здесь большие. То есть, покупать евро против доллара – большой риск. Поэтому и доходность должна быть большая. Вспомнить персценты шарпа, трейнера, доходность к риску. На большой временной выборке это есть непреконстанция. Та же самая петрушка происходит и с кейблом. Вот смотрите, на Викле очень похожий график. Медвежья динамика довольно длительная, с середины лета. И сейчас последняя свечка, последняя неделя у нас зелёная. То есть, бычьи свечки. Наметилась коррекция. Если перейти на рабочую развертку, четырёх часов, то тоже наблюдается коррекция. Здесь уже полоса, балансная линия пробита. И рынок устремился к верхней границе полосы Боллингера. Но ей надо для этого преодолеть сотни муллинг, который вниз направлен, да, в районе 1,51.40. Вот, ведь преодолеет. И с верхней границы полосы Боллингера, 1,51.75, 1,52, можно уже продавать. Ну, хорошие продажи, конечно, от 200-го муллинга. Это в районе 1,53.83. Вот, отсюда, наверное, очень хорошо. Но вот стахастик уже находится в зоне экстремальной перекупнице. Поэтому рынок перегрет. И ему надо отсюда выйти на какое-то время, чтобы процесс консолидации был, выпустил спад. И рынок дальше пойдёт наверх. К тем уровням сопротивления, которые я обозначил. Ну, вот, любимый мой кросс-курс последние несколько лет, который меня торгует, доллар, иена, рубай, да. На Викле вы видите серьёзную тенденцию, скачок волатильности, турбулентность на рынке. И уже несколько недель идёт консолидация с небольшим укреплением иены. Сейчас вот котировка 118.09, 118.08. Тем не менее, рынок стремится... Вот цель, поддержка 114.76, откуда очень хорошо покупать. Ну, вообще, ниже 116 уже хорошо покупать. Видите, два раза пробивал рынок этот уровень. Вот 116.75. Ниже уходил, но быстро возвращался. Цена закрытия свечки не фиксировалась. Хотя лоу здесь были, сейчас посмотрим. Вот лоу, 115.84, да, покупки хорошо. Но хороши покупки, конечно, от балластной линии, и совершенно замечательно было бы купить вот нижние границы полосы Боллингера, но это нереально. А вот на 4-х часов это более нереально, да, от нижней границы полосы Боллингера. Даже чуть ниже надо покупать. Вот где-нибудь 116.15. Сейчас вот три последние свечки на работе развертки, они недвижие. Рынок корректируется вниз. Соответственно, стахастик вниз показывает сигнал. Ну, и надо дождаться, будет или не будет пробит балласт. Если будет, то встречаем на нижней границе полосы Боллингера, и можно краткосрочкой, конечно, небольшим объемом войти в бай. Ну, лучший кросс-курс, конечно, на бай, это австралийский доллар-иена, тем более, что он вот хорошо подешевел, да, видите, коснулся. Нижний границ классы Боллингера на уровне 92.10. Отсюда, конечно, покупка замечательная. Ну, вот покупка 94-93. Сейчас они тоже могут быть, если купить там на несколько квартал вперед, и держать этот консенсор. На викле Моллингер направлен наверх. Видим, и двухсотый наверх, и двухсотый. И мы приняли горизонтальное положение, а до этого агрессивный довольно рост. Вот полос на линии хвост, пусть разогнулся вниз, подчеркивает текущие коррекционные движения. Ну, вот с нижней границы полосы Боллингера или от двухсотого Моллинга покупать просто замечательно, это просто успешно. Что касается рабочей развертки, то тут, соответственно, очень серьезная коррекция. Наметилась медвежья, да, и сейчас вывод восстанавливается не очень агрессивно. Это понятно, что Ауси под давлением к широкому спектру за ухудшение и плановое снижение темп роста ВВП в Китае, потому что Австралия для нее Китая это основной торговый партнер. Если через технический продолжить анализ, то мы видим, что на четырех часов мувинги вниз и стахайс в зоне экстремальной перекупности. То есть тут как бы по технике скорее надо продавать, а не покупать. Ну, тем не менее, тогда, соответственно, в этой точке на верхний вход и дожидаемся коррекции вниз и от нижней полосы Боллингер на рабочей развертке можно еще раз купить. Ну, примерно такая же картина в канадском долларе и иена. Видите, мощная на Викле коррекция вниз, нижние границы полосы Боллингера, откуда можно покупать. Если перейти на рабочий разверток в четырех часов, то тут длительный тренд вниз. Понятно почему. Там ставка снижена, свопы отрицательные. Ну, они маленькие, но все равно отрицательные. Потому что они интересные зарабатывают. Поэтому народ выходит из этого пространства чаще, чем поздно. Ну, а евро иена и свис-иена это валюты для шартов. Видите, такое движение вниз. У евро иена и в Викле тоже вниз. И у свис-иены примерно такая же картина. Ну, за исключением того, что вот в Центробанк Швейцарии отрезался от евро, да, был мощный скачок наверх на 30 процентов. Швейцарский франк окреп, по широкому спектру валюту, в том числе, вот, сейчас, естественно, идет коррекция вниз. Соответственно, вот очень интересно в этой связи, конечно, связь зар, и фонд зар, и евро, которые надо продавать. вот скачок, и на скачке многие мои знакомые продавали. На Викле это люди и не имеют. Вот, и, соответственно, фонд связь, фонд зар, прошу прощения, это очень хорошая валюта для зарабатывания слопов, слопы прекрасно, фонд зар. надо продавать, сейчас идет коррекция наверх, и от сотого и до сотого мунга можно выставить два опера на скачке. Та же самая петрушка евро. Ну, евро за Викле, видите, довольно сильно вырос, и подлинно часа тренд на понижение евро. продаем. Сейчас, соответственно, продавать опасно, дождаться движения к верхней границе, откуда продаем. Ну, вот, если синтезировать просто зар иена, то австралийский доллар зар тоже надо от верхней границы чуть выше 10 цены. Продавать очень хорошо. Хотя технический индикатив долгосрочный, наверх, но более подкосрочно, 21 мулин, он вниз. И стопатистик вблизи зоны стомальной перепробности, то есть рынок он довольно давно продает. Вот, таким образом, господа, текущая идея понятна. Я думаю, завтра вечером мы уже будем знать результаты заседания комитета по операциям на открытых рынках федрезерва, и тогда, соответственно, более определенно можно говорить какую политику проводить в отношении евро-доллара и все, что связано с продукт с сиеной. Так что удачи вам в торгах, побольше успехов, побольше положительных торгов. Сейчас посмотрю, есть ли вопросы, вопросов нет. Вот Ирина пишет спасибо огромное. Вам удачи, всем, господа. До встречи в четверг примерно в это же время, в 11.30. До свидания.